Новые клиенты жизненно важны для бизнеса, но также важно держать взаимосвязь с аудиторией, которая уже знакома с вашей продукцией. Что может быть лучше, чем теплый клиент, который уже знаком с вашей компанией и знает о вашей продукции? Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы научимся возвращать клиента к нам на сайт при помощи ретаргетинга Facebook. Почему рекламодатели выбирают ретаргетинг в соцсетях? На то есть множество причин. Во-первых, стоимость клика в соцсетях, в отличие от таргетинга в том же Google Ads, на 79% ниже, а стоимость заявки ниже на 77%, в то время как CTR у такой компании ремаркетинга будет выше аж в 21 раз. И еще одна особенность ремаркетинга в соцсетях, в отличие от другой рекламной площадки, это то, что вы первоначально платите за показ рекламы ваши денежки. Но стоит клиентам начать кликать вашу рекламу, нажать нравится или комментировать ее, она начнет отображаться у друзей данных пользователей, что значительно удешевляет вам ее стоимость. Ретаргетинг помогает вернуть пользователей на ваш сайт. Кстати, вы заметили, что очень часто некоторые говорят ретаргетинг, а некоторые ремаркетинг. Так как же правильно? В чем разница? Пишите свои ответы в комментариях. Существует множество комбинаций, которые можно придумать и с их помощью вернуть пользователей на свой сайт. Например, это может быть пользователь, который просто посетил ваш сайт, либо же пользователь, который пробыл определенное количество времени на вашем сайте. Возможно, это пользователь, который посетил определенные страницы вашего сайта. А возможно, это пользователь, который открыл форму обратной связи или форму заявки, но не заполнил ее. Самый эффективный вид ретаргетинга Facebook – это показ в новостной ленте. Возврат инвестиций от такого показа на 197% больше, чем от показа в правом новостном блоке. Инструментарий Facebook позволяет настраивать ретаргетинг как для интернет-магазинов, так и для сайтов-одностраничников. Для интернет-магазинов существует особый вид ретаргетинга, который называется «Динамический ретаргетинг Facebook». О нем мы поговорим в следующем видео. Если данное видео соберет достаточное количество лайков, мы обязательно запишем на эту тему видео. Первый этап – это установка пикселя на сайт и создание целей в Facebook. Об этом я уже более подробно рассказывала в предыдущем ролике. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Более подробная техническая часть будет интересна скорее вашему программисту, нежели вам. Так что ссылку на тех задания мы оставим в описании. Что вам нужно будет сделать? Во-первых, установить пиксель на свой сайт. Далее определить, какие типы контента вы будете отслеживать. Например, в первом случае у вас корпоративный сайт и есть форма обратной связи. Соответственно, цель придется поставить на кнопку вызова форма обратной связи, либо же на попытку ввода данных в нее. Как правило, в лендингах такая форма обычно представлена по пап-окошкам. Во-втором случае у вас нет никаких поп-ап-окошек, но есть страницы контактов. Тогда придется поставить цель на посещение конкретных страниц. Как правило, это страницы с прайсом, страницы каталогов услуг, либо же страницы сравнения тарифов. Скорее всего, пользователь попал на эти страницы не случайно, а уже изучал контент вашего сайта. Поэтому таргетинг на такую аудиторию будет гораздо эффективнее. В третий случай у вас блок, на который необходимо привлечь трафик. Тогда вам придется определить самые интересные статьи, которые посещала ваша аудитория, и создать цели по отслеживанию данной аудитории. Как проверить, читал пользователь ваш контент или нет? Тут есть два варианта. Во-первых, это время посещения на странице. Допустим, у вас контент на 3000 символов, значит, соответственно, приблизительно пользователь будет читать ваш контент 5-6 минут. Во втором случае нужно учитывать процесс скроллинга. Если пользователь доскролил до определенного момента, вы можете смело включать его в нашу аудиторию. Напоминаю, наша цель – показывать рекламу той аудитории, которая интересна нашему бизнесу. Но она будет равна нулю, если на сайте нет трафика. Поэтому кампании ремаркетинга нужно запускать параллельно с основными кампаниями по поиску целевой аудитории. Аудиторию можно искать разными способами. Контекстной рекламой, которая направлена на поисковые запросы пользователя, или же таргетинг на портрет целевой аудитории. Классический таргетинг Facebook очень холодный. Об этом я уже говорила в предыдущем ролике. Например, когда мы настраивали рекламу Facebook на наш сайт, мы получали очень холодный отклик. В то время как кампания ремаркетинга, хоть и давала меньшее количество показов, но уровень вовлеченности был гораздо выше. Если вы уже настраивали ремаркетинг на ваш сайт с помощью любого канала рекламы, будь то Яндекс Директ, или Google AdWords, или же Facebook, а может быть даже ВКонтакте, напишите об этом в комментарии. Еще одна вещь, которую я хочу, чтобы вы делали, начните использовать ремаркетинг. Все, кто делает рекламу, думают только об одном. Как я могу привлечь новых клиентов? Да, я тоже хочу, чтобы вы привлекали новых людей. Некоторые из них перейдут на страницу оформления заказа. Некоторые из них перейдут на страницу обратной связи, но так и не оформят заказ. Я хочу, чтобы для таких посетителей, которые посетили подобную страницу, но не оформили заказ, или не заполнили информацию о себе, вы настроили ретаргетинг и показывали видеорекламу на Facebook, демонстрируя им, что было бы, если бы они приобрели ваш товар, или стали бы использовать ваш сервис. Другими словами, вы показываете выгоду, сотрудничество с вами и вашей компанией, или выгоду от покупки или использования вашего сервиса или продукта. Вы обнаружите, что ваша целевая страница имеет эмоциональный или логичный тон. Когда вы используете ретаргетинг, вы можете использовать это наоборот. Если ваша целевая страница привлекает больше эмоционально, тогда ваше объявление ремаркетинга должно иметь противоположный тон. То есть вы можете использовать логические данные, почему они должны купить ваш продукт или услугу, показать результат, который они получат. Как только вы это сделаете, вы обнаружите, что вы конвертируете больше людей. Таким образом, вы попадаете одним выстрелом в двух зайцев, и вы заметите, что это будет самая популярная рекламная кампания. Так что дерзайте. Что можно показывать в объявлениях ремаркетинга? Напоминаю, что эта аудитория уже о нас что-то знает. То есть мы должны им предложить что-то, что заставит их обязательно подписаться на наш сайт, или же заполнить форму заявки, или же заказать обратный звонок. Например, у вас салон красоты. Вы заметили, что пользователи посещали раздел «Женские стрижки». Предложите в объявлении ремаркетинга скидку на стрижку кончиков, например, в 50%. Или же у вас кафе. Вы заметили, что пользователи посещали страничку меню, изучали его, просматривали. В таком случае вы можете предложить, например, бесплатный коктейль при раннем бронировании столика. Или же вы разработчик программных продуктов, будь то компьютерные игры или какие-то приложения. Предложите промокод на 30-дневное бесплатное пользование вашим веб-сервисом. Ремаркетинг хорошо работает для аудитории, которая она что-то знает, если вы предлагаете им в своем объявлении что-то бесплатное или что-то со скидкой. Если же вы будете использовать такое же объявление, которое вы используете в компаниях для поиска целевой аудитории, пользователи просто не увидят ничего ценного в вашем предложении. Соответственно, они не будут кликать на ваше объявление и CTR у такой компании будет катастрофически низким. Для ремаркетинга подготовьте ваш сайт. Если вы предлагаете промокоды, значит должна быть возможность их ввода. Если же вы предлагаете какую-то скидку, то страничка, которая ведет с рекламы, должна быть не на страничку продукта, а на страничку акции, где подробно расписаны условия. В этом плане многостраничники выигрывают и показывают CTR гораздо выше, чем у одностраничников. Мне часто приходится настраивать компании Facebook для наших клиентов. И часто клиенты не разбираются в этом, не знают, где что находится и как это работает. Впрочем, это неудивительно, ведь у Facebook очень плохая поддержка. Нет никакого фактически сайта с поддержкой либо материалами. Есть просто рекламные материалы, где не дано никакой точной инструкции. В то время как у Google Ads и Яндекс.Директ есть целая серия уроков и даже сертифицированные экзамены. Плюс техподдержка Facebook работает очень медленно и очень плохо. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прохождением модерации, сбоем инструмента, или же вы просто не знаете, где что-то находится, Facebook поддержка, как правило, ответит с запозданием в несколько дней. В то время как у Google AdWords есть онлайн-чат, а Яндекс.Директ оперативно отвечает на почту. Яндекс.Директ и Google AdWords могут похвастаться очень удобными приложениями для компьютера. Утилиты настолько мощные, что обрабатывать рекламную кампанию можно непосредственно в Excel, просто потом загрузив их в приложение. В то время как в Facebook ничего такого нет и в помине. Вам придется настраивать онлайн в его сложнейшем веб-интерфейсе. Плюс совсем недавно Facebook прошел редизайн, и теперь привычные нам вещи переехали в другие места, а все учебные материалы, которые есть в сети со скриншотами, остались со старым интерфейсом. Ну и последнее. У Facebook есть дополнительный метод инструмента для продвижения публикации, который вызывается кнопочкой «Продвинуть публикацию». Обратите внимание, что когда вы таким способом пытаетесь что-то продвинуть, у вас открывается якобы обрезанная версия обычного веб-интерфейса. Но не ведитесь на это. Это приводит всего лишь к сливу ваших денег, потому что здесь вы не сможете настроить кампанию ремаркетинга, здесь не видны ошибки модерации, и не видно, почему не получается продвинуть ваш пост. Мы не рекомендуем настраивать таким образом рекламу ни в Facebook, ни в Instagram. Возможно, такой способ подойдет только для какого-то мелкого локального бизнеса. Но все же, поверьте, гораздо удобнее настраивать непосредственно с рекламного кабинета Facebook. Итак, мы заходим с вами в наш рекламный аккаунт волшебный, который мы уже знаем, и переходим непосредственно сразу же в аудитории. Нам нужно создать новую индивидуализированную аудиторию. Открывается такая менюшка, где вы можете выбрать, откуда, собственно, Facebook будет использовать источники. То есть, либо же это трафик вашего сайта, либо же у вас есть какой-либо файл с данными о ваших клиентах, либо же ваш клиент выполнил какое-то полезное, нужное вам действие в приложении, или запустил там вашу игру, либо же какое-либо действие оффлайн, то есть аудиторию людей, которые взаимодействовали с вашей компанией в магазине, по телефону или через другие оффлайн-каналы. Также можно использовать видео, то есть те люди, которые смотрели ваше видео на Facebook или Instagram. Если у вас есть бизнес-профиль в Instagram, тогда вы можете использовать вот этот пункт, создать аудиторию людей, которые заходили в ваш профиль или взаимодействовали с вашей рекламой в Instagram. Формы генерации лидов, то есть люди, которые открывали или заполняли вашу форму в рекламе для генерации лидов. Аудитория людей, которые взаимодействовали с каким-либо из ваших мероприятий в Facebook, либо же, которые открывали Instant Experience на Facebook или в Instagram, ну, либо же непосредственно подписаны на вашу страницу или взаимодействовали с ней. Ну, мы выберем трафик на сайт, так как будем настраивать ремаркетинг на посетителей, собственно, нашего сайта. И вот открывается такое интересное меню, в котором нужно быть очень внимательным. Что мы можем тут делать? Во-первых, конечно же, выбираем страничку Pixel, которая у нас присутствует. И дальше мы можем выбрать либо же все посетители сайта, люди, посещавшие определенные веб-страницы, или посетители с сортировкой по приведенному времени. Итак, в чем, собственно, разница? Мы выбираем, например, у нас интернет-магазин большой. Тогда нам удобнее выбрать люди, которые посещали определенные страницы. Например, мы хотим показывать рекламу тем людям, которые у нас начали заполнять корзину, но так и не завершили заказ. Мы переходим на корзину, собственно, смотрим, как меняется у нас ссылочка и вставляем ее значение сюда. Также сюда можно добавить еще несколько значений. Например, нам еще интересны те люди, которые посещали раздел «Доставка и оплата». Копируем точно так же и вставляем. Но мы хотим исключить людей, которые все-таки оформили успешно заказ. И здесь мы также выбираем люди, посещавшие определенные страницы, и прописываем то значение, на которое меняется ссылка при успешном оформлении. Допустим, пускай будет «Checkout Success». Так, мы заполнили и вернемся вверх. Мы видим, что здесь можно выбрать как включите людей, которые соответствуют любым и следующим критериям, либо всем критериям. И в чем же разница? Если вы выбираете любым критерием, это означает «или-или». То есть, выполняется или одно действие, или другое. То есть, либо человек начал оформлять корзину, но не оформил успешно, либо же человек посещал раздел «Доставка и оплата», то есть, он мог не оформлять ничего в корзине, просто посещал этот раздел «Доставка и оплата», но также ничего не заказал. Если же мы выберем «Всем», тогда в этом случае два действия должны выполняться одновременно. То есть, один человек должен был и посетить страничку раздела «Доставка и оплата», и попытаться оформить заказ, но также не оформить его вовсе. Если же у вас, допустим, лендинг, тогда есть смысл настраивать ремаркетинг на всех посетителей сайта, но исключить тех людей, которые сделали какое-то полезное для вас действие, какой-то заказ, заявку, там, не знаю, нажали форму обратной связи, это если у вас лендинг. Если же у вас какой-то корпоративный сайт, то есть, возможно, какой-то блок или что-то в этом роде, то есть, где есть много нецелевого трафика, много случайных людей, которые заходят по несколько секунд, тогда для вас подойдет последний пункт посетителей с сортировкой по проведенному времени. Здесь вы можете выбрать в процентах, то есть 25%, 10% и 5%. Понятное дело, что 25% – это целевая аудитория, 5% – это, скорее всего, более случайные люди. Ну, вы также можете выбрать на тех людей, которые посещали, например, ваш сайт именно постоянно, но исключаете тех людей, которые, например, там, что-то у вас заказали, к примеру, и сохраняете. Мы же в нашем случае настроим на всех посетителей сайта, кроме тех людей, которые ставили заявку. Называете свою аудиторию, например, назову ее «Тестовая», и создаете аудиторию. То есть, как бы, в принципе, здесь все просто. Ваша аудитория создана, и вы можете уже из этого меню нажать на «Создать рекламу с использованием аудитории». То есть, вы можете нажать просто «Готовая аудитория сохранится» и дальше, там, в другое время настроить компанию, как обычно. Но если же вы уже делаете все сразу, тогда можете сразу же нажать «Создать рекламу с использованием аудитории». Откроется сразу «Ads Manager», то есть сразу, где вы можете настраивать непосредственно рекламу, писать текст. Ну, как обычно, все привычно. Выбирайте, как обычно, что вы хотите, ваша цель. Наша цель – это трафик. Вы же выбираете, что необходимо вам, то есть, либо узнаваемость бренда, то есть, охватчиваете людей, которым будет интересно ознакомиться с ним, либо же охват, то есть, будете показывать рекламу максимальному количеству людей. Ну, нас волнует трафик. Переходим, поэтому именно на трафик. Так, выбираем трафик, называем компанию. Так, продолжить. Называете группу объявлений. Дальше выбираете, куда вы, собственно, направляете трафик. Сайт, приложение, мессенджер, WhatsApp. Ну, как бы, ну, скорее всего, мы выбираем сайт. Так, и аудитория. Здесь вам уже ничего не нужно менять, не выбирать сохраненный, ничего исключать, потому что вы непосредственно перешли из уже созданной аудитории в настройку рекламы. Так, что здесь все подставилось автоматом. Вот наша аудитория, вот наш веб-сайт. Как бы, ничего менять здесь уже не нужно. Ну, только единственное, если вы хотите рассегментировать отдельно, например, на мужчин, отдельно на женщин, тогда вам придется, ну, здесь поиграться, создать сначала для мужчин, потом создать новую же, такую же группу объявлений, только с такой же аудиторией, только для женщин, точно так же с возрастом. Как бы, если вы уже, вас все устраивает, тогда оставляйте все эти поля, так как они есть. Опять-таки, вы переходите в места размещения. Напоминаю, что лучше ставить галочку на редактировать плейсменты, так как по умолчанию здесь стоят абсолютно все галочки. Вам же, скорее всего, понадобятся какие-то определенные, то есть, например, я выбираю ленты, моментальные статьи, инстаграм, например, меня не интересует, аудианс-нетворк лучше вообще отключать, и мессенджер, в принципе, мне тоже не нужен, я его отключаю. Вы же смотрите, как удобно и нужно вам, где вы хотите показываться. Вы можете ознакомиться с моим предыдущим роликом, там я более подробно рассказываю о том, как настроить рекламу, как редактировать плейсменты, как будет лучше. Так, переходим к бюджету и графику, здесь задаем свой бюджет, либо дневной бюджет, либо бюджет на весь срок действия компании, то есть, если вы планируете в какой-то момент, точно знаете, что компания будет отключена, ну, там оставляем, например, 5 долларов. Расписание здесь тоже подстраиваете под себя, либо же вы непрерывно показываете свою рекламу, либо же вы устанавливаете дату начала и окончания. Так, у нас просмотр целевых страниц, вы можете выбрать другие варианты, там, не знаю, клики по ссылке. Давайте, допустим, нажмем клики по ссылке, пускай будет так. И устанавливайте предельную ставку, обязательно не забывайте ставить эту галочку, потому что автоматически здесь, вы видите, выставляется 2 доллара, вам же для ваших целей, возможно, там понадобится всего лишь, допустим, 50 центов. Когда вы платите, рекомендую выбирать для начала клик по ссылке, особенно если вы настраиваете рекламу, там, первый-второй раз, чтобы неслить деньги, лучше выбирайте клик по ссылке, то есть вы будете оплачивать непосредственно за переходы, а не за просто показ вашей рекламы. Так, ну вот мы увидим, что здесь у нас слишком маленький бюджет, как бы обращайте на это внимание, ну, увеличим его, как нам рекомендует Facebook. Так, и нажимаем продолжить. Здесь нам уже все привычно, в принципе, страничка ваша, в Facebook выбираете вашу, дальше выбирайте формат, как будет построена ваша библия, то есть кольцевая галерея, два или более изображений, одно изображение или видео, или же подборка, тут уже играйте, сами смотрите, в предыдущем ролике я рассказывала, в чем разница между ними, можете пересмотреть. Переходим к медиа-объектам, и создаем, мы можем создать до шести объявлений с одним изображением без доплат. Вы можете загрузить изображение, либо же выбрать из галереи, если у вас уже какие-то есть. Ну, выберем из галереи, ну, вы тут видите, что вы можете выбрать со своей странички, там с инстаграма, как бы, если он у вас есть. Вот выберем какое-то изображение, нажимаем далее. С правой стороны, напоминаю, вы можете посмотреть, как будет отображаться у вас все. Так, переходим сюда, выбираем сайт это у нас, или мероприятие на фейсбук, ну, мы сейчас настраиваем, конечно же, на сайт. Так, пишем какой-нибудь текст, например, узнай, узнай 11 секретов продвижения в месте, вводим сайт, на который мы хотим настраивать нашу рекламу, вот видите, здесь все будет сразу отображаться, как будет выглядеть ваша реклама. Здесь вы также можете выбрать, например, просмотреть, как будет отображаться ваша реклама в ленте новостей на просто компьютере. Здесь вы можете увидеть, как она будет отображаться в моментальных статьях и на мобильных устройствах. Так, пишите заголовок, призыв к действию, кнопочку меняете, то есть подробнее, подписаться, получить предложение, скачать, забронировать, как бы все, что вы хотите, либо же вообще без кнопки. Смотрите сами, как здесь все оно будет отображаться. Вы можете сразу же создать эту же публикацию на другом языке, например, если вы хотите одновременно показывать, ну, допустим, в нашем случае на русском и на украинском языке. Ну, вы можете выбрать любой язык, если вам это вообще, конечно, необходимо. Так, дальше показывать ссылку. Выбирайте, можете добавить сюда, ссылку на вашего сайта, то есть, как она будет отображаться, смотрите здесь, вот она тут появляется. Описание ссылки в ленте новостей, это вы сможете просмотреть, как это будет отображаться на ленте новостей, на ПК, то есть мы, например, вставляем, и вот сразу вы увидите, что появляется вот здесь этот текст. Так, и, собственно, все, нажимаете подтвердить, и размещается ваша компания. Все, ваша компания создана, вас сразу перекидывает в обзор аккаунтов, в компании, вот наша компания, как бы, наша группа объявлений, и, собственно, само объявление. Ну и дальше уже все просто, как бы уже смотрите, редактируете, как вам нужно. Главное, не забывайте, что необходимо создавать не одно объявление, и играться с аудиторией тоже не один раз, создавайте их много, несколько, отслеживайте результативность обязательно, оперативно вы не носите изменения, то есть изменяйте текст, заголовок, картинку, возможно, также вы можете проследить, как лучше реагировали либо мужчины, либо женщины, какой возраст, куча всяких параметров, создавайте сразу несколько, запускайте параллельно, реально смотрите, что лучше у вас работало, потому что, только так вы сможете нащупать свою правильную аудиторию и сделать именно нужную, правильную, хорошо работающую компанию. Давайте подведем итоги. Во-первых, чтобы ремаркетинг хорошо работал, у вас уже должен быть трафик на сайте. Во-вторых, вы должны предложить активному пользователю вашего сайта что-то такое, какое-то уникальное предложение, которое обязательно заставит его сделать полезное для вас действие. Такое предложение должно быть выгоднее и дешевле на рынке, чем у конкурентов. В случае ремаркетинга рекомендуем ввести трафик на отдельную страницу, где более детально расписаны условия акции. Также важно сегментировать аудиторию, ведь нам нужны не просто все посетители сайта, ведь очень часто бывает, что на ваш сайт заходило около тысячи человек, но 700 из них пробыли менее 30 секунд. Такая аудитория нам точно не нужна. Но и самое главное, это не забывайте, что аудитория ремаркетинга это именно ваша аудитория, поэтому не жалейте тратить на это денег. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, не забывайте нажать колокольчик и хороших вам продаж! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok